Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами познакомимся с новинкой, которая на дату публикации этого видео еще не появилась в продаже. Это следующее поколение ZigBerry Leo Takara серия T2. Устройство вобрало в себя лучшие черты предыдущих версий с нулевой линией, такие как наличие энергомониторинга, компактный размер, два канала управления, а также обзавелось такими возможностями, как работа в режиме сухих контактов и питание от низковольтной линии постоянного тока. Еще раз уточняю, это предсерийная версия, поэтому к моменту релиза наверняка будут изменения и устранения тех ошибок, которые еще присутствуют в тестовой прошивке. Перед тем как мы начнем, прошу вас подписаться на мой канал, если вы не делали этого раньше и поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей. Как обычно обзор я начинаю с рассмотрения комплекта поставки устройства и его параметров. Но в данном случае есть некоторые особенности. Это устройство не для продажи, это предсерийная тестовая версия, поэтому приехала просто в белой коробке без опознавательных знаков. Внутри нее было только само реле и все. Инструкция есть только в электронном виде и то это еще не окончательная версия. Все что на сегодняшний день умеет это реле, я постараюсь показать в своем видео. Ко мне попала глобальная версия устройства, номер модели DCMK01, у китайской будет другой. Реле работает с двумя линиями нагрузки как первая версия, протокол ZigBee 3.0. Максимальный ток нагрузки 10 А, он считается по входу. 2500 Ватт для обычных потребителей, 200 Ватт для LED освещения. Размер новинки 45 на 47 на 25 мм. Обновленная версия реле вобрала в себе черты предыдущих моделей. Форм-фактор модели Т1, красный провод перемычку, а двухканального. Тут есть характерная для всех релеакара черта, выносная антенна. Из нового появился съемный держатель как у реле TU-E Smart. Внешних контактов стало больше, тут их целых 9. В верхней части для подачи питания и контроля нагрузки, в нижней для подключения внешнего двухклавишного выключателя. На корпусе есть кнопка, короткое нажатие на которую включает и выключает питание на оба канала нагрузки, а длительное переводит реле в режим сопряжения, в котором начинает мерцать синий диод рядом. Вот сторона управления питанием. Справа налево Ln подача питания на само реле L-фаза N0. Возможна работа и от низковольтной линии, но об этом чуть дальше. Далее два контакта соединенных перемычкой L-in и L-out. В таком состоянии реле работает в режиме мокрых контактов, то есть управляет тем же напряжением, что подается для его собственного питания. Если ее убрать, реле будет размыкать соединение между L-out и выходами L1 и L2, без связи с напряжением питания устройства. С другой стороны три контакта для подключения внешнего выключателя, общий контакт COM и входы для каждого из каналов по отдельности. Съемный держатель, аксессуар по всей видимости позаимствованный у реле экосистемы Tuya Smart. Он крепится к поверхности, а реле уже устанавливаются в него и держатся на защелках. В круглый подрозетник устройство помещается. Кстати, первая версия двухканального реле Акара сюда не входит. Но если учитывать провода и соединения, то места может быть мало. В любом случае подрозетник должен быть глубоким. В квадратном размером 86 на 86 мм подрозетники, места побольше и будет намного удобней при установке. Сравнительно с первой версией. К сожалению варианта T1 под руками сейчас не оказалось, но сразу скажу что он самый миниатюрный, правда и управляет только одной линией, а не двумя. Пора приступать к подключению проверки. Еще раз напоминаю о необходимости проверки соответствия фазы и нуля. Фаза подключается к контакту L, A0, N. Если у вас в подрозетнике 3 провода, это может быть земля, по стандарту это провод в желтой изоляции с зеленой полосой, к реле его подключать не надо. После подключения реле переходит в режим сопряжения, диод начинает мигать синим. Через некоторое время этот режим отключается, для его запуска нужно удерживать кнопку на корпусе около 5 секунд. Приступим к логической части и начнем с базовой экосистемы Akara Home, регион материковый Китай. Так как это Zigbee устройство, то нам понадобится шлюз. В этом регионе у меня установлен Akara M2, кстати глобальная версия. В перечне устройств реле Akara T2 на дату видео еще нет, логично, так как релиза еще не было. Это неважно, выбрать можно любое другое Zigbee устройство, например первую версию реле. А вот информация о устройстве на сервере есть. Реле корректно определилась как версия T2. Каждый из каналов можно настроить под ту нагрузку которую он будет управлять. Картинка в общем списке устройств также соответствует реальности. Теперь подключим нагрузку, нулевая линия везде общая и соединена с бытовой сетью электропитания, а фазовые провода подключаются к выходам L1 и L2. Плагин устройства вполне привычный, большую часть основного экрана занимают две клавиши управления каждым из каналов. Под ними панель энергомониторинга, он общий по входу. Еще ниже меню объединения в группы. Все интересное находится в меню настроек. Начиная с визуального оформления каждого из каналов управления, аналогично как это было на финальных шагах мастера подключения. Можно выбрать иконку и тип отображения, переключатель, светильник, вентилятор, в зависимости от того какой нагрузкой он будет управлять. Освещение далеко не единственный вариант использования. Меню функции реле. Тут можно настроить его поведение после восстановления питания, сохранять статус который был перед отключением, отключать или включать все каналы или инвертировать статус который был перед отключением. Есть выбор внешнего выключателя. Обычный, возвратный или отключить его. Также управление внешним выключателем можно отключить отдельно для каждого из каналов реле. Это не делает механический выключатель логическим, это просто отключает управление. Режим интерлок, когда включение одного канала автоматически отключает другой. И настройка выхода в реле. Мокрые контакты, когда питание самого реле подается и на его выход. И сухие, когда напряжение на реле другое. В таком случае есть стандартный режим включить выключить и импульсный, который пригодится для эмуляции нажатия на кнопки. Есть журнал изменения качества сигнала, тут отображается текущий уровень и шкала изменений в течении времени. Прошивка на момент видео. Все еще идут исправления и добавления версия тестовая. В этом же меню можно удалить устройство из системы. Реле может работать как триггер или условие для автоматизации, поэтому тут столько разных вариантов. Стоит понимать отличия между статусами. Например Open это событие включения реле, а Opened это условие, которое применяется совместно с другим событием, например с работой датчика движения. Этот же принцип работает и для мощности. Есть событие, мощность стала выше или ниже заданного уровня, или условие, текущая мощность выше или ниже предела. С действиями тут все проще. Можно включить, выключить или переключить состояние на противоположное каждого из каналов управления. Что-то другое тут придумать сложно. Давайте проверим поддержку устройства в регионе Европы. Хотя это и глобальная версия, но на стадии бета тестирования могут быть варианты. Тут у меня подключен шлюз Акара Е1, так что заодно узнаем как реле работает с ним. В списке версии Т2 нет, поэтому я выбрал Т1, разницы нет. В этом регионе данные у героя обзора на серверах тоже нашлись. Процесс подключения прошел аналогично как и в Китае, реле Акара Т2 определилась и появилась в списке. Я проверил все опции настройки плагина, разницы не обнаружил. Все тоже самое, включая версию прошивки, обновлений не предложила. Какое из региона выбирать решайте сами. Очевидно, что европейские сервера будут работать быстрее, однако некоторые устройства предназначенные для китайского рынка могут тут не поддерживаться. Теперь время для тестирования. Проверим работу с такими установками. Сохранение состояния, которое было перед отключением. Фиксируемый внешний выключатель, интерлок отключен. Нажатие на выключатель переключает соответствующий канал. Кнопка на реле управляет обоими каналами сразу. Выключим внешнее питание. Лампочки погасли, но статус на экране не изменился. Включаем обратно, оба канала включились. Теперь включим режим интерлок, память состояния инвертировать предыдущий статус и отключим управление с внешнего выключателя. Интерлок работает, включение одного канала отключает другой. На выключатель реле не реагирует. Отключаем внешнее питание. Теперь включаем обратно. Включенное реле выключилось, а выключенное включилось. Обновилось в приложении. Еще раз отключаем. И снова инверсия состояния при подаче питания. Пробуем кнопку на реле. Вот обнаружился недостаток. Несмотря на режим интерлок, работают оба канала реле. Это должно быть исправлено до выхода в релиз. При управлении из приложения все работает корректно. Теперь проверим режим работы с сухими контактами. Перемычка между L-in и L-out убрана. На реле подается питание 220 вольт, а на контакты реле подается 5 вольт. Я подключил две USB лампочки. Контакт плюс у них общий с блоком питания, все провода соединены вместе. Минус от блока питания подключен к L-out реле, а минусовые контакты лампочек соответственно к L1 и L2. Настройки. Режим интерлок отключен. Реле в режиме сухих контактов включения-выключения. Память состояния отключения каналов после восстановления питания. Логика управления такая же как и в режиме мокрых контактов. Контроль из приложения. Управление через выключатель. Кнопка на самом реле. Пригодится например для управления LED освещением на 12 или 24 вольта. Отключаем внешнее питание. Подаем обратно, каналы остаются выключенными. В приложении обновляется статус. Теперь попробуем импульсный режим. По умолчанию время импульса 300 миллисекунд, то есть после включения реле через 300 миллисекунд оно отключается. Его можно увеличить до 2 секунд. Я попробовал несколько вариантов, полсекунды секунда, полторы-две, но тут обнаружилась еще одна недоработка, интервал оставался на отметке 300. Сам режим работает. Он будет полезен например для эмуляции нажатия на кнопку, припаяв провода к физическим контактам. С учетом поддержки сухих контактов это вполне актуально и применимо. А теперь еще одна особенность реле. Питание от линии постоянного тока с напряжением 24 вольта. Красный провод плюс он подключается к контакту N, синий провод минус он подключается к контакту L. На контактах реле ставлю 5 вольт. Потребление самого реле на пределе разрешения блока питания, ток одна тысячная ампера, ваттметр даже не реагирует на такую нагрузку. Режим работы сухие контакты включить-выключить, интерлок и управление фиксируемым выключателем. Управление из приложения работает корректно, интерлок отрабатывает. Глюк с включением обоих каналов по кнопке на самом реле. Еще одна недоработка. При питании реле от 24 вольт внешний выключатель не работает. Ну а помним, что это еще и бета-тестирование. А теперь рассмотрим кейс управления LED-освещением с использованием 24 вольт как для питания реле, так и для питания светильников. В качестве теста я использую два, соединенных последовательно на 12 вольт. Вернул перемычку на контакты L-in и L-out. Это будет режим мокрых контактов, реле будет разрывать минус. Плюс соединен напрямую с блоком питания. Все теперь работает от одного и того же напряжения 24 вольта. В настройках установил режим мокрых контактов и отключил интерлок. Проверим. Все работает как и задумано, когда светильники включаются, видно как растет мощность на блоке питания, ведь он общий и для них и для реле. Энергомониторинга в этом режиме нет. Внимательные зрители думаю обратили внимание, что при тестировании на экране планшета у меня не Acara Home, а Apple HomeKit, это действительно так. Мой шлюз Acara M2 выполняет роль моста и поэтому пробрасывает сюда подключенное к нему устройство. По умолчанию оба канала реле отображаются на одной плитке, скорость работы и обратной связи можно было оценить в ходе тестирования. Для тех, кому неудобно управлять каналами реле с одной плитки, где сначала нужно открыть ее и лишь потом переключать реле, может разделить каждый канал на отдельной плитке. В таком случае и статус и управление будет доступно с главного окна. Также каналом можно назначить тип светильник, выключатель или вентилятор, в зависимости от контролируемой нагрузки. Для чистоты эксперимента я проверил возможность подключения реле в Mi Home, регион материковый Китай. У меня тут тоже два шлюза Xiaomi Gateway 3 и Acara E1. Естественно, что в списке устройств такого нет, поэтому для подключения я выбирал первую версию реле. Процесс подключения заканчивался сообщением о том, что устройство не найдено, но в списке реле появлялось как неподдерживаемое. По аналогии с версией T1, думаю что его добавлять сюда не будут. Попробуем подключить это реле в Home Assistant и проверим штатную интеграцию ZHA. Напомню, на тестовом сервере для этого я использую стик Sonoff ZB Dongle E. Интересно, но новинка вполне себе распозналась и подключилась в систему, тут даже есть какие-то объекты для управления. Вот что перебросилось в Home Assistant. Оба канала управления реле, кстати оба работают, показания мощности, косинус фи, энергии и кнопка идентификации. Кроме управления реле, удалось получить показания мощности, правда с некоторой задержкой около 30 секунд, но тем не менее вполне адекватные. Также задержка по мощности есть и при отключении реле. Остальных параметров, режимов работы, интерлока, типа внешнего выключателя тут нет, собственно и взяться им пока неоткуда. Те объекты что появились очевидно используют стандартные точки управления. Посмотрим что удастся получить ZigBee ToMQTT, актуальна на дату обзора версия 1.32.0. Тут тоже используется стик санов, но версия P, на модуле CC2652P. Естественно что по умолчанию реле не определилась, ZigBee ToMQTT отталкивается от модели устройства и этот номер системе неизвестен. Попробую сделать набросок внешнего конвертера, номер модели беру со страницы информации о устройстве. Кстати реле является роутером, это ожидаемо. В качестве шаблона я использовал конвертер от первой версии двухканального реле Acara. Изменения минимальны, только номер и название модели, а также пришлось убрать строку с OTA, с ней дополнение не стартовало. Из того что удалось получить, это управление обоими каналами, действительно точки управления тут оказались стандартными. А также данные по мгновенному энергомониторингу, причем тут он обновляется несколько быстрее чем в ZHA. Но другие опции не работают, тут очевидно придется поэкспериментировать. Но для меня имела значение принципиальная возможность добавления и она очевидно есть. Сам же конвертер будет иметь смысл после официального релиза реле, так как еще не устранены все недостатки и возможно будут добавлены еще какие-то опции. В этом видео мы познакомились с предсерийным экземпляром нового реле Acara T2. На мой взгляд, устройство получилось весьма интересным и претендующим на универсальность. Тут и два канала управления, энергомониторинг, правда он работает только в режиме мокрых контактов и при питании 220 вольт, не уверен что он появится для режима питания 24 вольт. Два режима работы сухих контактов обычный и импульсный. Уже упомянутая мной возможность работы от 24 вольт на постоянном токе. По моей информации релиз ожидается в конце лета в начале осени. До того момента должны быть обновления, устраняющие описанные мной недостатки и возможно добавляющие новые функции. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно. Если я что-то упустил, задавайте свои вопросы в комментариях. Буду благодарен за лайки, это способствует продвижению видео на ютуб и конечно подписывайтесь на мой канал если вы не сделали этого раньше. В описании вы найдете ссылки на обзоры предыдущих версий релеакара, на мой телеграм-канал, в котором я публикую новости по теме умного дома и ссылки на интересные гаджеты, а также группу для общения разделенную на тематические ветки. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!